А вы считаете, душа живет в мозге? Как сила Кощея Бессмертного. Она в игле, которая лежит в яйце и так далее, и так далее. Мужской и женский мозг отличаются? Каков уровень сознания муравья? Каков уровень сознания осьминога? Есть ли сознание у растений? Искусственный интеллект решает, что люди ему больше не нужны. Алгоритм, как сварить яйцо. Надо взять кастрюлю, налить воды. А это не опасно? Мозг алгоритмически очень просто. Мы, точнее наш мозг. Кто мы такие? Откуда мы? И куда мы идем? Вы сейчас на пороге. Конечно, я могу ошибаться. Но ценой этого будет моя жизнь. Наш мозг принимает решение за несколько секунд до... Не сбор, как ты сказал. Очень трудно предсказывать, особенно будущее. С вами Мариана Минскер. Нам надо поговорить о мозге и душе. Со мной в студии нейробиолог, академик Константин Анохин. Константин Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Очень рад вас видеть. Взаимно. Вот смотрите, давайте для начала разберемся, что мы понимаем под словами мозг, душа и сознание. Есть два способа ответить на эти вопросы. Первый — дать начальное определение обыденное, а второе — попробовать добраться до научного понимания этих объектов. И только теория, научная теория позволяет нам понять, чем являются те или иные окружающие нас или находящиеся внутри нас объекты. Что такое вода, кроме того, что это мокрая прозрачная жидкость? Вот мы можем дать определение мозга, души и сознания, как воды мокрой прозрачной жидкости, а можем дать научное определение. Давайте начнем с мозга. Обычное понимание мозга, которое присутствует в нашей жизни, что это орган, находящийся внутри нашего тела или тела животных. Он имеет определенный цвет, такой буроватый, он состоит из нервных клеток, между ними есть связи. Достижения науки XIX века, клеточной теории, привели к представлениям о том, что это такая гигантская сеть из миллиардов клеток, что она очень сложно устроена. Вот мы можем увидеть мозг на блюде анатома и попробовать разобраться, что это такое. Это сегодняшнее распространенное понимание мозга. Я дальше скажу, что, на мой взгляд, оно неправильное, оно не истинное, мозг не это. А что? Скажу позже. И от правильного понимания, что такое мозг, будут зависеть ответы на вопросы, что такое душа и что такое сознание, а также кто такие мы. Поэтому наука о мозге сегодня так важна в развитии человеческого знания и человеческой цивилизации. Она, по сути, является научным гарантом, научным путем к пониманию вопросов, которые мучили человека с момента его возникновения. Многие тысячелетия, которые существовали в виде, вначале мифов, причем мифов, бывших у самых разных народов, то есть возникавших независимо у народов Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии, островов. Это то, что волновало человека. Возможно, кроме мифов, мы можем увидеть следы этих вопросов, мучивших людей, на еще более ранних этапах, в которых остались только наскальные рисунки, наскальная живопись. Это три вопроса. Кто мы такие? Откуда мы пришли? И куда мы идем? Что нас ждет? У Поля Гогена есть потрясающее полотно, которое висит в Бостонской галерее. И он считал это основным достижением, основной работы своей жизни. И писал, что эта работа превзошла все, что он хотел и мог сделать до этого. И у него были планы вообще уйти из жизни, закончив эту работу. Это трехметровое полотно в верхнем левом углу имеет эти три вопроса. Откуда мы? Кто мы? Что нас ждет? А на нем изображены жители Таити. Гоген писал, что его надо читать не как мы обычно читаем текст, слева направо, а справа налево. Там в начале сидят молодые женщины, и у одной из них новорожденный младенец. Откуда мы? Центральная часть полотна – это люди, которые заняты разными видами деятельности, взрослые люди. Среди них есть мужчина, срывающий плод с дерева добра и зла, символ познания, глубоко задумывающийся, сидящий человек, символизирующий попытки понять трудно разрешимые вопросы бытия, другие виды деятельности человека. А с самой левой стороны сидит очень старая женщина, по словам Гогена, описывающего его, старуха, приближающаяся к смерти и погрузившаяся в глубокие размышления. И рядом у ее ног загадочная белая птица, символ бесполезности слов. Вот три вопроса, которые имела перед собой почти любая религия как предмет для ответа. Сегодня, я убежден, моя точка зрения, есть момент, когда наука может дать ответы на эти вопросы. Или, по крайней мере, попытаться. Не попробовав и не дойдя до предела, до невозможного, мы никогда не узнаем, в чем предел. Мое ощущение, что фундаментальные ответы на эти вопросы сегодня может дать наука. То, что пробовал сделать сто лет назад Павлов, когда говорил, что в сущности в своей Нобелевской премии в жизни нас интересует одно – наше собственное психическое содержание. И все виды деятельности человека – история, литература, живопись, религии – пытались дать ответы на этот глубокий вопрос. Но есть один подход – естество знания, который держит в руках ключ к ответу. Но тогда это было рано, мы не могли заглянуть внутрь мозга. В чем была гениальность Павлова? Он пытался вывести законы мысли и человеческой психики. Его был вопрос, если мы приходим к следующему термину – сознание. Как материя мозга рождает субъективный опыт, что и есть сознание. И у него был практически только один инструмент – слюная железа у собаки. Он по слюноотделению собаки во время ее психической деятельности пытался понять, что происходит в головном мозге. Других хороших инструментов не было. Электроэнцефалографию открыли только в 20-е годы. Других методов заглянуть в мозг вообще не было. Пасситронно-эмиссионная томография, магнитно-резонансная томография. Регистрацию нейронов открыли только в 30-е и начали в мозге регистрироваться в 50-е годы. Сегодня у нас это все есть. Но у огромной армии нейроученых есть желание сказать, давайте мы разберемся вначале с мозгом, а потом будем разбираться с тем, что такое сознание, что такое душа. Я убежден, что потом не может быть. Если мы не изучаем мозг в контексте этих вечных вопросов одновременно и сразу, то нельзя и понять и сам мозг, его устройство, его сущность, и вопросы о человеческом разуме, психике, душе, то, что в разные века называлось по-разному. Сознание, кстати, термин, который появился достаточно недавно в человеческой истории. Джон Локк дал первое определение сознанию, consciousness в конце XVII века. Мы хотим понять, что такое душа и что такое сознание, но хотим понять, как и ответы на то, кто мы, откуда мы, и в конечном счете, куда мы идем, не методами мифов, не методами религии, а как завоевание науки. И я думаю, что это крупнейший рубеж, который стоит перед наукой XXI века. Если мы посмотрим на историю развития естествознания и науки, то она шла от физики в начале, законов фундаментальной физики, к расшифровке природы химических элементов, химии, в XX веке был огромный прорыв в понимании природы жизни, что такое жизнь, биология и генетический код. И мы стоим перед следующим рубежом – психика. В эволюции материи во Вселенной, по крайней мере, на Земле, был переход от биологических систем к когнитивным. Когда-то жизнь приобрела чувство, разум, психику, сознание. И она это делала не один раз. Более того, природа это делает каждую секунду, потому что из комочка нервных клеток, разрастающихся в черепной коробке эмбриона, человеческого или животных, и не имеющего пока психики, а являющегося именно набором нервных клеток, нервной сетью, в какой-то момент пробуждается чувствование, переживание, эмоции. И она закономерно это делает. Наука должна ответить на эти вопросы. Я уверен, что она может ответить на эти вопросы. И более того, время, на мой взгляд, наступило. Я долгое время не брался за эти проблемы, хотя у меня перед глазами были мои выдающиеся учителя, которые очень много сделали, потому что я не чувствовал, что есть методы и подходы. Но сейчас у меня есть такое. То есть вы сейчас на пороге? Да. Это раз. Второе. Конечно, я могу ошибаться. Может быть, это будет фальстарт. Ну, ценой этого будет моя жизнь. Я проведу последние годы жизни в попытках решить проблему, решение которой еще не созрело. Такое может быть. Но вообще единицей отбора в науке является отдельный ученый с его представлениями, теориями. Ну, одним больше, одним меньше. Но я убежден, и не только интуитивно, но и по многим аргументам, что это надо делать здесь и сейчас. Фрэнсис Крик, сооткрыватель ДНК, в начале своей научной карьеры задумывался, чем ему заняться. И у него было два крупных вопроса, которые он считал, наука должна решить. Это было в конце 40-х годов. Что такое жизнь и генетический код, и что такое сознание. Но так случилось, что в момент его искания открылось место в аспирантуре в Кембридже, в лаборатории кристаллографической, которая была ближе всего к возможности начать заниматься вопросом генетического кода. Но когда он переехал в США в 60 лет из Англии, то он оставил молекулярную биологию и занялся вопросом мозга и сознания, и понимания сознания. И я был на одной из его лекций, в которых он призывал нейрофизиологов, считавших непристойным заниматься проблемой сознания в те годы, неприличным. Он в автобиографии пишет, что любые разговоры о сознании в среде классических нейрофизиологов воспринимались как признаки приближающегося старческого слабоумия. И он сделал очень много в западном научном мире, чтобы сдвинуть эту ситуацию. И я был на одной из его лекций в Лондоне, которую он посвятил сознанию. Это была огромная публичная лекция на несколько тысяч человек в Альбертс-Холле, который он закончил слайдом, на котором было написано «Сознание сейчас» и «Большой восклицательный знак». Вот я продолжаю этот призыв, этот лозунг. Разум, душа, психика, человеческая Личность. Вопросы, кто мы, откуда мы и, соответственно, что нас ждёт сейчас. А сознание того, что я существую, это только человеку свойственно или у животных тоже есть сознание и самосознание? Это сложный вопрос. И я думаю, что на него будет получен в определённых пределах удовлетворительный ответ в результате вот этой научной программы исследований. Почему он сложный? Потому что сознание отличается от всех других феноменов, которые исследуются, тем, что оно субъективное. И поэтому мы можем понимать, как бились с этой сложностью философы многих веков только то, что есть у нас самих. Когда мы сможем заглянуть в мозг, в человеческий мозг, и найти те процессы, которые объективно соответствуют состояниям сознания, мы сможем перенести это исследование и на другие организмы, не только других взрослых людей, но, например, и младенцев. Такие попытки уже сейчас делаются. Понять, когда появляется сознание у младенцев, во сколько месяцев. И есть такой замечательный французский когнитивный нейроучёный Станислав Деанн и его жена Ламберт Деанн, которые задались этим вопросом и попробовали с помощью специального метода, которому они считают, есть сигнатуры, признаки сознания, появляющегося у взрослого человека, попробовали наложить эти электроды, электроэнцефалограмму, и попробовать применить этот метод у младенцев. И выяснили, что, начиная с нескольких месяцев, у них появляются эти сигнатуры. Но что очень интересно, если у человека всплеск, осознание, то, что они называют игнишин, поджиг, воспламенение, вот этот момент осознания внешнего мира, стимула, происходит через доли секунды после того, как человек встречается с ним, там, 200-300 миллисекунд, то у младенцев этот же признак появляется, но через секунду и позже. То есть у них появляются эти процессы, но медленнее. Есть другие признаки, более тонкие, с регистрацией работы отдельных нервных клеток у животных, которые позволяют нам сказать, что заглянув в мозг животного, мы можем увидеть, что животное воспринимает, переживает и, более того, думает, проигрывает в голове образы и сцены, которые были для него важны, с которыми оно столкнулось там некоторое время назад. То есть это некая внутренняя жизнь. И сны им снятся животные. И сны им снятся. Есть недавняя потрясающая работа, кстати, ученых из Южной Америки, которая как бы намекает на то, что осьминогам снятся сны. И в этот момент признаки, которые они используют, это не регистрация работы нервной системы осьминогов, а то, что он меняет цвет во время сна, создавая разные камуфляжи. Это, конечно, догадка. Но оснований очень много. Я смотрел несколько лет назад лекцию знаменитого американского философа Джона Сёрла в Гугле. Они его пригласили рассказать о сознании. И после лекции один из слушателей спросил, а есть ли сознание у собак? Вообще у животных. И он сказал, что у меня есть моя любимая собака, здоровый пёс, которого я не мог привезти с собой, что он не влезает в машину. Его зовут Тарский по имени одного из великих логиков и философов XX века. Я уверен, что сознание у него есть. И вы спросили, а почему? Он сказал, ответ очень простой. Потому что у них такой же мозг, как у нас. У них мозг похож на тот, который у нас. У нас сознание — это функция и работа головного мозга. Те, у кого есть такой же мозг, они обладают тем же самым. Это тонкий вопрос в отношении самосознания. С самосознанием ведутся поиски, потому что это более высокий уровень сознания, чем первичное биологическое протосознание, ощущение мира, переживания и так далее. Но такие работы тоже есть. А искусственный интеллект сможет обладать сознанием и самосознанием? И как мы это узнаем? И что будет, когда он будет обладать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам потребуется теория, универсальная теория сознания. Задача сегодняшней нейронауки — это не просто исследовать разные нервные крыльяты того, что происходит в мозге, когда человек находится в состоянии сознания или без сознания, в коме, у животных и так далее. Количество таких фактов и сейчас огромно. Только теория может объяснить, что мы способны наблюдать. У сильной теории, у фундаментальной теории, есть очень важное свойство. Возьмите общую теорию относительности Эйнштейна. Она способна не только дать нам понимание большого количества фактов, которые мы наблюдаем, то есть мы знали уже, но не знали, что это такое. Она возвращается к ним назад и говорит, это есть то-то и то-то. Она не только позволяет делать очень важную вещь в науке, делать предсказания рискованные в непосредственное будущее, которое можно взять и проверить, как было тоже с теорией относительности Эйнштейна и наблюдением затмения Солнца. Она позволяет заглянуть в области, для которых у нас нет даже возможности пока еще что-то проверить. Они лежат далеко в будущем. То есть фундаментальная теория обладает предвидением, объяснением того, что лежит за границами нашей сегодняшней достижимости. Например, как гравитационные волны, как следствие теории относительности, общей теории относительности, проверить существование, которых удалось только через 100 лет после создания теории. На большие времена вперед. Вот фундаментальная теория мозга и сознания, почему она важна? Она позволяет делать не только ретро-сказания, объяснения того, что есть, не только предсказания в область непосредственного будущего, которое мы можем проверить и таким образом проверить теорию. Она позволяет делать предвидение. Если сознание — это некоторый фундаментальный уровень и этап развития материи, который закономерно возникает и обладает общими свойствами у животных, у младенцев, возможно, у инопланетян, потому что Вселенная бесконечна и возникала жизнь, а за жизнью могли возникнуть и новые формы сознания. Как оно будет выглядеть? На других материалах жителей других Вселенных? Есть ли некоторые действительно фундаментальные вещи? И если мы это всё знаем и знаем, из чего оно состоит, где оно живёт, какая материя нужна для сознания, мы можем задать вопросы, можно ли его создать искусственно, на каком материале, и как можно определить в этих шагах, когда оно появляется у некой искусственной системы, из чего оно состоит, каков его уровень, можем ли мы, одна из целей фундаментальной теории такого рода, как у любой научной теории, возможность измерить? У нас есть вначале ощущение температуры, как тепло, жарко, холодно, потом появляется представление о том, что есть температура, и вместе с этим, или параллельно с этим, появляются способы измерения, сказать, каков уровень. Каков уровень сознания муравья? Каков уровень сознания осьминога? Есть ли сознание у растений? Вопрос, который сегодня в научной литературе постоянно циркулирует. За последний год только вышло несколько статей, обсуждающих вопрос сознания у растений. Спекулятивные статьи — да, на сегодняшний день — да. Но принципиальная постановка вопроса — понять сущность того, что есть сознание, а за ней распространить это понимание на вопрос, у каких систем оно существует и как его измерить. Абсолютно правильно для науки. Ну, то есть пока... Хотите задать мне вопрос, есть ли сознание искусственного интеллекта сегодняшнего? Нет, нету. Пока нет. По простой причине. Это моя точка зрения. Есть люди, которые могут считать и даже считают по-другому. Есть, кстати, люди, которые с конца 60-х годов в искусственном интеллекте работали над программами создания сознания у искусственного интеллекта. Не искусственного интеллекта, а искусственного сознания именно. В Imperial College был такой известный ученый, ученики работают. Почему нет? Потому что сегодня у искусственного интеллекта нет материальных структур, которые обладают причинно-следственными потенциалами. Оно существует виртуально в виде программы. Но это сегодня. Оно не способно толкнуть... А завтра может появиться. Вы такого не исключаете. Может, может появиться. А это не опасно? Какой-нибудь глобальный blackout, когда искусственный интеллект решит, что люди ему больше не нужны? Ну вот как это описывают, да? Давайте я на два вопроса отвечу. Может появиться и ясно, какое условие для движения в эту сторону? Программный искусственный интеллект, софтверный искусственный интеллект должен смениться на нейроморфный физический искусственный интеллект. То есть тот, который реализован на физических элементах, пускай они силиконовые, а не углеродные, которые образуют систему элементов, взаимодействующих друг с другом и с внешней средой. И она тогда начинает обладать причинным потенциалом. Она может что-то сдвинуть внутри себя и наружу через материальный мир. К чему может привести... Я не знаю, я не пророк. Мне кажется, достаточно бессмысленно предсказывать будущее, тем более такое далекое. Все что угодно. Вы посмотрите на предсказания искусственного интеллекта, начиная с момента его возникновения. В 50-е годы его идеологи говорили, что через несколько лет и дальше обещали невероятные вещи. Я не берусь. А вот когда людям начнут вживлять в мозг искусственный интеллект, импланты, не знаю, Google какой-нибудь, это скоро наступит? Нильс Бор как-то сказал, что очень трудно предсказывать, особенно будущее. Зачем я буду предсказывать? Я могу вам рассказать две вещи. Я могу рассказать сегодняшнее состояние дел в этой области. Вот только вчера в Nature вышел большой обзор по имплантам в мозг человека и как они спасают жизни многих людей, потерявших контроль над движением и каковы возможные перспективы в будущем. Это происходит. И могу сказать некую проекцию «Будущее из прошлого», что многие вещи, которые произошли в области исследования мозга и нейротехнологий, связанных с ним, за последние десятилетия, никто из специалистов не ожидал, что они произойдут. Очень быстро происходят какие-то вещи. А что такое бессознательное или подсознательное? Вот часто же говорят, что я действовал неосознанно или это мое подсознание мне подсказало? Мы можем начать с трех гогеновских или вечных вопросов. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? У гогена они начинаются вопросы «Откуда мы?». Я думаю, что именно таким образом мы можем ответить на вопрос «Кто мы?». А внутри вопроса «Кто мы?» мы сможем ответить на вопросы «Что такое сознание?» «Что такое бессознательное?» «Что такое мозг?» «Что такое душа?» «Вещи, которые вы тоже спросили». Почему?» Я думаю, что отвечать надо начинать с пагогеновской схеме вопроса «Откуда мы?». потому что наш мозг, наша душа, психика кажутся очень сложными системами. И понять их устройство кажется тоже невероятно сложным. Есть такое расхожее популярное выражение, что если бы мы были устроены так просто, что мы могли бы, если бы мозг наш был бы устроен так просто, что мы могли бы понять его, мы были бы устроены так просто, что не могли бы понять его. Не помню, кто, Ларшфуко сказал, что самое большое препятствие к постижению истины – это тонкие неверные замечания. Вот это тонкое неверное замечание. Существует способ понять такой уровень сложности, который представляет наш мозг, наш разум, наша психика. И есть пример в истории науки, как это было сделано. Это дарвиновская теория эволюции и вопрос происхождения всего огромного многообразия сложнейших организмов, которые населяют Землю, и сложнейшего устройства нашего собственного организма. Для Дарвина одним из кошмаров и сложнейшим вопросом, как он признавался в письме своему другу Азе Грею, являлся вопрос, например, устройства человеческого глаза, человеческого зрения. Такая сложная система, как это можно понять? Но в происхождении видов он объясняет, как это можно понять. И рецепт заключается следующим. На сегодняшнем языке мы могли бы назвать это алгоритм. Алгоритм это набор правил, которые если соединить в цепочку и заставить их работать одно за другим, то они начинают давать какой-то абсолютно предсказуемый результат. Например, алгоритм, как сварить яйцо. Надо взять кастрюлю, налить воды, положить яйцо, разжечь огонь, поставить кастрюлю на огонь и засечь секундомер на 10 минут. Дарвин изобрел в своей теории естественного отбора простой алгоритм, состоявший из трех всего правил, который, будучи запущенным, и если ему дать работать сотни тысяч или миллионы лет, но алгоритм простой, он способен создать невероятную сложность за счет памяти, генетической памяти, которая способна накапливать шаги алгоритма, так что предыдущий шаг является основой для следующего, следующий строит что-то еще более сложное, следующее еще более сложное, и так организм, жизнь сбирается на невероятную высоту мамблана сложности ее устройства. В математике 20 века в 60-е годы были поиски того, как можно определить и измерить математические сложности, и одновременно тремя математиками, как Ломогоровым у нас, и Рэймс Ломоновым, и Грегори Хайтином в США был найден такой подход, что сложность системы можно определить сложностью алгоритма программы, которая его создает. Другой математик Беннет в 80-е годы придумал другое определение сложности, логическая глупина, сколько шагов нужно для того, чтобы построить какую-то систему, сколько шагов программы нужно. Это два разных, но очень комплементарных способа. Первый из них говорит, не важно сколько шагов. Нужно иметь теорию, которая способна построить вам что-то. Сколько она времени имеет значения, как в пятом элементе говорил вселенский разум. Важно то, как это делается. Вторая говорит, число шагов определяет сложность системы. Так вот, решение, которое я вижу для понимания того, что такое мозг, что такое сознание, душа, которое идет через гогеновский вопрос, откуда мы. Оно такое, что мы привыкли говорить, что мозг это самый сложный объект во вселенной, поэтому его ужасно сложно понять. Я думаю, что так же, как и в случае с дарвиновской теорией, мы придем понимание понимание что такое мозг, которые покажут, что мозг алгоритмически очень простым. То есть правила, которые создают наш мозг, нашу душу, нашу психику, состоят всего из трех правил, которые друг за друга зацеплены и образуют алгоритм. Но при его невероятной алгоритмической простоте наш мозг имеет огромную логическую глубину. Иначе говоря, количество шагов этого базового минимального алгоритма, которые приводят к тому, что мы сидим с вами друг с другом разговариваем, возникнув из эмбрионов, плодов, младенцев, которые не обладали всем спектром наших чувств и знаний. Мы прошли сотни тысяч, миллионы этих эпизодов работы алгоритма, которые создавали нашу сложность. Когда мы поймем, что это за простой алгоритм, такой же, как дарвиновский алгоритм, я не случайно назвал три шага в этом алгоритме, три составных элемента. Это часть моей теории того, что их три, и они именно такие. То есть мы сможем ответить на вопрос второй, кто мы такие? и что такое наше я? Где оно живет в нашем теле? Где живет наша душа? А наше я – это душа? Не только наше я, и я животных тоже. У души есть, у понятия души огромная сложность того, что эта идея возникла во многих цивилизациях и культурах, независимо друг от друга, вначале в виде мифов, затем в виде представлений, тех времен, когда мы очень мало знали об этом, об организме, тем более вообще не знали про мозг. И этот термин тысячи смыслов. Один из них память. Один из них память. Важно понять ключевой смысл, который за этим стоит, отделив тот, который вел разные племена, народы к необходимости изобрести это понятие, отделив его от многих гипотез, версий, которые стали ассоциироваться с этим термином, и сделать объектом научного исследования. Вот я 10 лет назад вел понятие когнитом. когнитом следует читать так же как геном. Один из нейроученых, выступая на TED-TOKI конференции, скандировал вместе с залом. Он говорил, вы думаете, что мы это наш геном? Нет. Мы, говорил он, это наш коннектом, это другой термин, который означает нервную сеть. вот я думаю, что мы это не наш геном, это мало слишком, это слишком низко. Мы, это не наш коннектом, это не сеть нейронов, которые у нас в мозге. Мозг это другое. Вы можете сказать, что мозг состоит из нейронов и контактов между ними, и это и есть мозг. Это будет настолько же верно, как сказать, что организм это набор молекул и взаимоотношения между этими молекулами. Правильно, но бессмысленно. Почему? Потому что между химическими молекулами и понятием организма есть клетки, есть органы. Это более сложные вещи. Вот мозг состоит из других элементов, не нервных клеток, а групп нервных клеток, которые обладают специальными когнитивными свойствами, которые есть кусочки атома нашего я. если вы пропустите этот кусок, то вы будете пытаться потять организм, как мешок с молекулами. Не поможет. Мы, душа, память, это в значительной степени все охватывается термином когнитом. Так же, как и в английском языке термин mind, разум. Теперь очень важная вещь. Когда эта структура в ходе развития нас как индивидуумов, личностей формирующихся складывается, в ней начинают протекать специфические существующие только для этой структуры процессы. У вас одна из метафор, о которой я думал, как объяснить это. Если у вас появляется город в степи, у вас появляются улицы и переулки, и по ним начинает происходить некое движение. Ходят люди, ездят повозки, начинает дуть ветер, по этим закоулкам. Нет у вас этой структуры, нет этих процессов. Пока у вас из мозга, из коннектома, просто нервной сети, не сложилась вот эта гиперсеть, город, у вас не появляются ментальные процессы. Когда она сложилась, они появляются. Но в этой структуре разуме, душе, психике, разные исторические названия, или когнитоме, есть два уровня процессов. Одни из них сопровождаются сознанием в нас с вами и у многих животных, а другие, они такие же когнитивные, такие же ментальные, такие же психические. Они есть только когда сложилась эта ментальная структура, наше я, наша память и так далее. но они протекают без участия сознания. И то, и другое функции и процессы, которые, во-первых, взаимодействуют друг с другом, одно переходит в другое, и другое переходит в первое. Бессознательные процессы, согласно одному из определений, это только те процессы, которые могут стать сознательными. например, пищеварение, желчоотделение не является бессознательным процессом. Он физиологический процесс, он ниже уровня сознания, но он не когнитивный процесс. Значит, это ментальные процессы, которые могут стать сознательными. И теория когнитома, теория гиперсетевого мозга, одной из задач имеет понимание того, как рождаются одни, как рождаются другие. В чём разница? Что волшебного происходит в тот момент, который в ряде современных теорий сознания получил обозначение ignition, зажигание, воспламенение, когда происходит осознание? Исследуемый вопрос, теоретически решаемый вопрос. У меня есть ответ на него, что происходит. Расскажите. Вы начнём с определения сознания. Давайте. Тогда будет понятно, почему я даю такой ответ. С сознанием я поступлю так же, как мы вначале говорили. Я дам вначале обыденное определение сознания. А потом каждое из слов в нём заменю на то, что я считаю шагом к научному пониманию. Мы можем сказать, что сознание — это то, как наша душа воспринимает саму себя. Дальше начнём менять. То, как наша душа воспринимает своё собственное состояние, состояние своей собственной активности. Вот не саму себя просто, а целостное состояние своей активности. Заменим ещё один термин. То, как наша душа рецептирует. Воспринимает это слишком аморфно. Есть некий приёмник, он обладает некоторыми свойствами рецепции, неких состояний активности. Значит, то, как наша душа способна рецептировать состояние своей собственной активности. Теперь я уже сделал следующий шаг, сказав, что я термин душа, имеющий много коннотаций, заменяю на научный термин когнитом, как объект научного исследования. Это то, как наш когнитом воспринимает состояние своей собственной активности. Последнее то, то это расплывчатое очень тоже понятие. Это процесс. Сознание — это процесс, это очень важно, в котором наш когнитом способен рецептировать, воспринимать свои собственные целостные состояния, свои собственные целостные активации. Дальше теория говорит, что для того, чтобы возникли такие состояния, нужен глобальный доступ. что это значит? Что то состояние активности многих когнитивных элементов, которые есть момент нашего чувствования, мысль, восприятие, которое есть в данный момент, оно должно достигнуть всего нашего «я». То, что составляет, вы сказали, память, опыт, личность, такое не обязательно должно происходить. Есть возможности, когда вы заняты автоматической деятельностью и ваш мозг имеет целостное состояние, но они способны возбуждать только кусочки вашего «я», которые не охватывают всю вашу личность. И мы многие вещи делаем на автомате. Мы способны варить картошку и разговаривать или смотреть телевизор, вести автомобиль и думать совершенно о другом. но есть моменты, когда вовлекается все ваше «я». Для этого это состояние, которое в этот момент возникло, должно просочиться до всех глубин вашей личности, вашего прошлого, вашего опыта, то, что составляет вашу сущность. И это определенный нервный процесс. Мы знаем по некоторым признакам процесса этого мозга, что при этом происходит. активируется гораздо больше структур мозга, чем на стадии неосознанного восприятия. Активируется ряд других структур мозга, которые были активны в момент неосознанного восприятия. Происходит циркуляция возбуждения в этот момент, захватывающая структуры, связанные с глубинными свойствами памяти, гиппокамп, например. То есть, это исследуемые процессы. И у меня есть гипотеза, которую не буду сейчас говорить, потому что она в конечном счете обращается к многим клеточным процессам, которые есть в мозге, но протекающим на уровне когнитивных элементов. Кстати, то определение сознания, которое я вначале дал, так называемое обыденное, это то, буквально, слово в слово, почти, как определил впервые в истории сознания Джон Локк в 1650 году. А дальше я прошел путь шаги, заменяя одно на другое, которые раскрывают возможность программы научных исследований и понимания сути этого процесса. Вот вы сказали в какой-то момент «мы», точнее, наш мозг. Вот как вы относитесь к тому факту, что наш мозг принимает решение за несколько секунд до того, как мы об этом узнаем? И мы с Татьяной Черниговской говорили, что это нельзя списать на моторику. Вот вы об этом что думаете? Несколько вещей. Первое, в области научного понимания человеческой психики, человеческого «я» есть ряд ловушек, таких проклятых мест, которые связаны с проблемой свободы воли, например. два знаменитых сэра, сэр Карл Поппер и сэр Джон Экклс, один философ, второй знаменитый, наверное, учёный, написали книгу, которая называлась «The Self and Its Brain» «Я и его мозг». Это та же самая западня. Кто такие мы и что такое наш мозг? В рамках теории когнитома на этот вопрос есть ясный ответ. Он снимает этот вопрос. Мы — это весь наш организм. Вот вы складывались как личность или животные формировались как индивидуумы за счёт взаимодействия с окружающим миром себя как целого. Через некоторое время в этом индивидуальном эволюционном развитии вы можете начать взаимодействовать внутри себя, не выходя наружу. Но вы будете всё равно взаимодействовать с миром, созданным внутри вас, работой вас как целого организма. Мы — это организм с одной стороны. С другой стороны, мы — это некоторая сущность нашего организма, максимальное наше существование, причинно-следственное сила, высший уровень нашего существования, которое имеет материальную субстрату. И он, как часто бывает в сложных системах, не рассеян по всему телу, а эта сила сосредоточена в одном месте каком-то этого тела. Это как сила Кащея Бессмертного. Она в игле, которая лежит в яйце и там дальше и так далее, и так далее. Такое бывает, что сущность какой-то системы не размазана ровным джемом, как бутерброд по всей системе, а сосредоточена в определенном органе, который взял на себя эти функции. И таким местом нашего я, нашей максимальной силы, то, чем вы думаете, общаетесь и существуете, и осознаете себя, является наш мозг. И более того, я продолжу, видимо, не весь мозг, а определенные структуры этого мозга, в которых живут те элементы, которые составляют сущность нашей души, нашей психики, нашего когнитома. Есть масса областей мозга, которые можно удалить, и ничего с вашим я не произойдет. Можичок классический пример, который разбирается в теориях сознания. Две трети нервных клеток нашего мозга находятся в мозжечке, а в коре головного мозга только там 15-16 миллиардов из 86 миллиардов. Но если ударить кору, мы превратимся в овощ, а если ударить мозжечок, то нарушится немножко координация, ну, не немножко, последовательности движения, но важно, что сознание не исчезает. Значит, возникает вопрос еще более сложный. Не просто мозг, а когнитом в этом мозге душа, разум, вот это нейронная гиперсеть. И теория дает ответ, где она должна находиться, причем теория дает ответ универсальный. Она дает этот ответ, независимо от того, мозг это человека с корой головного мозга или мозг, например, птицы, который устроен совсем по-другому, или мозг осьминога. Если коротко, она говорит, что наше я, наша душа, наша личность, наш разум живут в глубоких слоях нейронной сети, которые представляют наш мозг. У осьминога эти глубокие слои, внутренние слои могут быть разбросаны одним образом. У птиц другим, у человека третьим. Это и есть то, что принимает решение. Сознательно или бессознательно мы с вами только что проходили, что многие решения могут созревать в когнитоме, которой есть уже психика, личность, до того, как они выходят на уровень сознания. И есть сейчас замечательные исследования, показывающие, как эта активность зреет в этих гиперсетях и в какой-то момент может выходить наружу. В этот момент мы осознаем это. Но обратите внимание, что когда мы говорим тогда, что наш мозг, наш, это потому, что я, это весь организм, мозг, это потому, что это максимальное сосредоточение, моя душа живет там, сосредоточение моей причинно-следственного потенциала, того, кто я есть. Можем определить разум или душу таким образом. Это максимальный уровень существования нашего тела. То, на что мир может подействовать и как мы можем подействовать на мир, на своем максимальном причинном уровне. Так вот, он может быть неосознаваемым, но он все равно когнитивный. А вы считаете, душа живет в мозге? А что вы называете душой? А вы что? Душой я называю когнитом. Когнитом это орган нашего тела. Это часть нашего тела, которая обладает некоторыми сущностными свойствами. И эти сущностные свойства можно определять как майнд, как способность делать что-то, воспринимать что-то. Потому что у этого объекта, обратите внимание, материального объекта, есть набор свойств, присущих только этому объекту. Способность думать, воспринимать, ощущать, планировать, мечтать и так далее. Этот объект это мы, как всё тело. Но процессы эти происходят не в печени, не в сердце, не в мышцах. Они происходят в этой очень сложной структуре, которую мы можем понять, которая развивается по определённым законам. Её не было, она возникает. Она возникает во время индивидуальной жизни, она строится, она к вопросу о том, что говорит дальше теория о том, не кто мы, а что нас ждёт, она разрушается. И она может совсем исчезнуть, и когда-то это происходит. Дальше у вас могли быть другие смыслы терминов души, которые вы подразумевали в вашем вопросе. И это относится к другой части того, что, я думаю, ждёт науку в 21 веке. Это таинственные явления человеческой психики. Явления, которые наблюдали огромное количество миллионы, не знаю, десятки миллионов людей в разные времена истории развития человечества, в разных местах, племенах, шаманствах, современном мире, которые ещё пока не поняты. Это огромная тема, я надеюсь, мы с вами посвятим ей отдельную программу. У меня к вам ещё миллион вопросов, но, к сожалению, время уже заканчивается, мы уже час, больше часа даже проговорили. Я, если позволите, два, если вы сможете коротко на них ответить, два последних вопроса и резюме от вас. У меня вопрос такой, правда ли, что наш мозг использует только 4-5% от своего потенциала, да или нет? Нет. Почему? Почему? Потому что когда я обращаюсь сейчас к вам, а вы ко мне, у вас работают не все нейроны. Для того, чтобы сформулировать фразу, появилась идея, мысль, требуется небольшой процент клеток. Но когда вы встанете и пойдёте из студии, займётесь другими вещами, у вас будут работать другие нейроны. А когда вы ляжете спать, у вас начнут работать ещё другие нейроны, которые будут проигрывать, что это? В сумме у вас работает огромное количество нейронов, и мозг имеет мало молчащих нейронов. Сколько их, не очень понятно, есть разные теории нейроны, которые никогда не разговаривают, что это за запас такой. Но ясно, что если одномоментно у вас работает небольшое количество нейронов, нейронов, то по очереди на все ваши валентности, на все ваши возможности работает уже огромное количество нейронов. Поэтому ответ нет, не 4-5. В разные времена разные 4-5. Поняла. Мужской и женский мозг отличаются? Отличаются. Для этого есть масса биологических оснований, исследований, анатомических исследований. она там вам скажет гистолог, чей мозг лежит у него на тарелке. А нейробиолог? Эробиолог тоже. А можно вот в чем отличие? Это тоже большая тема. У нас разное тело, извините, мы контролируем своим мозгом разные процессы в этом теле. Это области, которые нижние области мозга, продолговатый, средний мозг, лимбический мозг, но это пронизывает дальше и все наше поведение, поэтому и кора головного мозга и так далее, оно имеет гендерную специфику. И мне, конечно, еще очень интересно, как рождается мысль, и почему у кого-то она рождается, а у кого-то не рождается, если это можно коротко как-то объяснить. Коротко нельзя. Но вот одну вещь вы упомянули уже, что какие-то решения могут возникать задолго до того, как мы их осознаем. В гнитоме есть много элементов, которые обладают некой фоновой подпороговой активностью. Они находятся в состоянии почему-то повышенной возбудимости. Они борются друг с другом для того, чтобы выйти наверх и охватить работу всего мозга, получить глобальный доступ. В какой-то момент кто-то выигрывает в этом, а иногда мы способны начать шарить среди этих элементов и сами вытянуть это. Мы это значит опять глобальный когнитом, имеющий какую-то задачу, какая-то из функциональных систем, которую мы сейчас осуществляем. есть нейрофизиологические вещи, клеточные вещи для этого, но это подробный разговор. Хорошо. Ну и в заключении мозг, сознание, душа буквально может быть как-то завершить. Существует грандиозная проблема в философии, которая вообще в марксистской философии считалась даже центральным вопросом философии соотношения материального и идеального. В общем, она упирается в научную проблему соотношения разума, майнд и мозга, брейн. До сих пор решения этой проблемы шли через два подхода попытки понять, что такое майнд, то есть разум, психика, душа, проникнуть в это. И как она соотносится с мозгом. Мозг оставался нетронутым на протяжении большого количества десятилетий. Казалось, что мы более-менее понимаем, что мозг это орган нашего тела. Такой же, как печень, почки и так далее. Теория гиперсетевого мозга или теория когнитома говорит, что решение лежит в другой области. Мы должны пересмотреть главный постулат, который нам кажется таким естественным, что мы не задумываемся о нем. Сегодняшняя нейронаука и большинство нейроученых, подавляющее большинство нейроученых, так же, как и людей, не понимают, что такое мозг. Революция должна произойти в этой области. Должно возникнуть новое понимание мозга, которое позволит понять, почему этот мозг и есть та сила, тот орган, который составляет наше «я». для этого мы должны поднять мозг на более высокий уровень. И для этого наука сегодня имеет инструменты исследования мозга. Спасибо вам большое, Константин Владимирович. Это был Константин Анохин и я, Марианна Минскер. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова